здравствуйте на канале и тон тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин мой собеседник украинский политолог вадим карасев вадим приветствую вас приветствую михаил вас и всех зрителей канала и тон и радан израиля спасибо сегодня когда мы с вами разговариваем 5 ноября день выборов президента сша и разумеется большинство подавляющее даже сказал большинство всех сообщений и публикации сегодня на эту тему и в том что касается украины то вот сформировалась такая точка зрения что кто бы не победил сегодня на выборах президента америка в любом случае изменит свою политику в отношении россии украины согласны ли вы с такой точкой зрения и что называется на кого ставят в украине ну и давайте начнем сначала первое изменит другое дело изменения могут резкими кстати говоря как в одну так и другую сторону сторону эскалации либо до эскалации а трампа можно ожидать все чего-то посмотрим какая будет команда трамп же сам не занимается микроменеджментом он в общем то сиборит он не утруждает себя рутинной работой а много будет зависеть от того кто будет назначен советником по национальной безопасности главой госдепа шефом пентагона вот поэтому тут могут быть разные несмотря на заявление трампа предвыборные тут веер изменений может быть достаточно широк диапазон изменений что касается камалы харрис тоже изменения будут но в русле все-таки постепенной постепенного скажем выхода или вывода американцев из европейских дел и в том числе и украинских дел примерно как это было начиналось с 1968 года по 73 и 75 вот окончательно вывод американцев визит намской войны это заняло достаточно продолжительное скажем так период как писал по этому поводу планируя такой вывод генри киссингер еще по моему в мае 68 года нам нужен пристойный интервал чтобы не было обвального какого-то такого выхода вот ну понятно тут на фоне еще афганистана если говорить о сегодняшнем вот как уходили американцы или точнее бежали американцы заводится на то повтор атаковать явно не было поэтому и в чем заключается вот это нас кампак европе и застая войны если ее продолжать со стороны американцев постепенно чтобы европа была к этому будут какой-то продолжать линию байдена но с постепенным сокращением военной финансовой помощи со стороны сша прежде всего украине ну и подготовкой конечно к тому или иному дипломатическому решению кстати говоря вот как раз не случайно вчера вышла форен эфир статья очень влиятельного международного эксперта ричарда хаса всегда был приближен белому дому не зирая там республиканцы или демократы вот он поставил опять таки вот эту задачу завершить конфликт по линии боевого соприкосновения в обмен достаточно надежные гарантии военные гарантии украине если не надо то со стороны ключевых государств запада которые могли бы но на достаточно надежном уровне обеспечить поддержку украине момент сегодня не не хрущевой она давно живет в америке одной деятельностью политологической отчего вот она это более предсказуемая более понятная во-первых позиция для кремля более понятна потому что ну как бы привычная вещь другое понимание того что камала харрис и ее команда будет менее профессиональными чем команда байдена это два третий все-таки насороже относится к возможному приходу в кремле к возможному приходу трампа во власть учитывая вот указанные моменты что касается в украине на кого делаются ну если так посмотреть на официальные заявления то больше все таки склоняется камале харрис тоже что-то понятно что-то понятно почему потому что какого-то от камалы харрис за каких-то заявлений о том что украину в скором времени собирается не было а есть понимание того что камала будет выходить но это не быстрый будет процесс что устраивает украинскую власть которая сегодня не хотела бы резкого окончания войны на к этому не готова не готова по внутриполитическими общим политическим причинам а во вторых как раз стран вот что-то предлагает резкое изменение да конечно сегодня ситуация на фронте на линии боевого сопротивления для украины складывается не лучшим образом но и не преувеличивал бы не преувеличивал бы что это катастрофично поэтому продолжение статус-кво хотя и с перспективой все-таки завершение конфликта но не в ближайшем и тем более ближнем будущем она укладывается как раз в концепцию гемпартии и команды харрис а это больше мне кажется на сегодняшний день устраивает именно украинское руководство военно-политическое руководство а ситуации на фронте вы уже упомянули что за последние две недели российские войска значительно продвинулись это действительно так отмечают и украинские издания и зарубежные сми от особо острая ситуация сложилась донецкой области там захвачено по разным оценкам 10 населенных пунктов российскими войсками но вот обращает на себя внимание что оценки этого диаметрально противоположные если допустим американские издания пишут что буквально используют выражение фронт украинский фронт посыпался и вот подобные пессимистические оценки то военные обозреватели в том числе не только украинские но и зарубежные считают что ничего кардинального не происходит так где здесь правда а правы и те и другие ситуация действительно очень сложная там кризис мы наблюдаем тактический даже оперативный кризис но даже если там будут события развиваться в негативном направлении все-таки это не решает исход войны в целом потому что исход войны заключается другом мы говорили с вами об этом неоднократно это политические цели прежде всего а главное или основной этого после военном геополитическом статусе украины то есть западного на клубе или нет в нато или нет какие гарантии безопасности с военным присутствием стран запада в украине или нет вот это военные действия и военные цели это лишь инструмент поэтому война снизу территории хотя и ну конечно на поле боя наземные операции очень важны но как шаг к реализации именно вот этих политические цели поэтому если даже там все будет очень очень плохо это не решает пока задач специальной военной операции путина как они сформулировали путиным не решают для украины это тоже не является катастрофой почему потому что главное вот как и пишет допустим тот же ричард хаус для украины важно сохранить себя как суверенное независимое государство которое всего точки зрения как он понимает это имеет право выбирать союзы союзникам партнеров курс и так далее поэтому запад считает судя по ну не только судя по статье статье ричарда хаса что в ничью если заморозить конфликт это не чат она будет пользу запада ну да перспектива вступление украины в нато за счет потери одной двадцатой части территории или донбасса крыма но не такая уже большая цена с точки зрения запада поэтому запад готов на перемирие его это устраивает только постепенно без резких движений судя вот по скам так камалистской линии когда целины камала харрис или если она станет президентом но это не устраивает россии это не победа до военное превращение территории еще не даст они частично выполнили военные задачи ну например обеспечили себе сухопутный коридор и безопасность крыма и сухопутный коридор или сухопутный мост но это очень маленькая часть задачи это то что было бы 10 лет назад 2014 2015 году это был бы супер а сегодня нет задача стоит намного так вот россии то не устраивает и украину не устраивает почему потому что украинское руководство не может пойти открыто по крайней мере сейчас на то чтобы ну согласиться даже без юридического какого-то оформления обменять нато в 1 на территории вот этих на нато но если тезис ричарда хаса будут набирать популярность при новой администрации особенно при администрации харрис и если действительно это так вот как только что сказали что для запада это ничья в пользу запада многие говорят там корейская ничья ричард хас уже говорит от из кипрских сценарий которому как раз 50 лет было в этом году сентябре так это все таки в пользу запада если запад это уже сознает значит они будут давить на украину чтобы со временем это стало ну скажем так чтобы постепенно постепенно украину подводить под переговоры именно по вот этому сценарию ситуация на поле боя это не под киевом это не в центре украины это скажем так на дальних рубежах страны она может с точки зрения военной извините что перебиваться негативно и она действительно там сейчас негативно но если взять целом архитектуру этого конфликта летой войны то с точки зрения вот этого контекста целом я бы не решился говорить о том что это катастрофа идем дальше издание политика пишет что украина к началу ноября потеряла половину своих мощностей имеется ввиду в энергетической системе и выдает очень такой пессимистичный я бы даже сказал трагический прогноз на ближайшую зиму это драматизация ситуации сознательная такая или же действительно ситуация очень плохая ситуация я бы не стал очень плохая ну с 1 ноября начался 30 октября отопительный сезон и и по крайней мере батареи теплый свет от не отключают теплая вода есть в отличие например от 20 зимы 22 23 когда сутками не было воды электричество мы понятны тепла не было батареях это поэтому что будет дальше не знаю надеюсь не будет и нет не потому что надеюсь так она не будет конечно для чего делается вот эта драматизация понятно и зритель есть зрительский интерес но она делается еще с одним расчетом первое это привлечь внимание к этой проблеме для того чтобы усилить помощь прежде чем запада партнеров украины вот в плане обеспечения гарантии генерации во вторых по дипломатической линии запад в этом отношении работает нужно говорили с вами что на одной из раскиданий или встреч памята есть и арабского востока как раз одно из положение было чтобы осуждающие удары по электрогенерации украине ну и об этом было кстати говоря и неоднократно заявляли китай бразилия в качестве одного из скажем так таких важных решений своей этой платформе друзей и российская федерация но пока по крайней мере учитывает этот фактор возможно не готовятся говорят что давно не летали по украине на украине на украину ракеты а ну х-52 по-моему или называется так могу ошибиться на может быть накапливаю для того чтобы когда ударят холода бить по электрогенерации украинской тогда конечно ну будет очень тяжело но еще один момент такой в украине эта тема тоже раскручивается и вот разного рода эксперты пугают что тут то 20 часов цвета не будут сутки то 15 спор такой идет мне кажется помимо скажем недостаточно ответственности за слово как с наше слово завелся надо все-таки понимать тем не менее есть еще один такой расчет мне кажется который согласован теме кто предоставляет микрофон таким людям это ну скажем так пугать обывателя тем чтобы показать тяжести войны и склонить его больше на мирные переговоры до сих пор если верить официальным цифрам социологическим службам вот не до вчерашний был 63 процента готовы терпеть лишение войны и не заканчивать войну не знаю насколько это но репрезентативная вообще цифра насколько она отражает на мой взгляд не очень отражает но тем не менее факт показательно это запущено в информ пространство украины и вот даже при и такой мобилизации таких жертвах и ситуации на восточном фронте многие считают или большинство считает что нужно и потерпеть так вот иногда вот такого рода апокалиптические сценарии для того чтобы но люди поменяли свое мнение и были более склонны к завершению и дипломатическому переходу к дипломатии а это важный фактор для с точки зрения перехода или так скажем внутриполитической стабильности при переходе или транзите от войны к перемирию ну между тем на днях руководитель офиса президента отвечая на этот вопрос по поводу того что ведутся ли переговоры о взаимном энергетическом ненападении скажем так между украиной россии о чем мы с вами говорили в прошлый раз так вот он заявил что никаких переговоров нет прямых нету он там оговорился прямых нет да нет он сказал посредник и предложат то мы рассмотрим да катар да и причем эти переговоры идут в онлайн то есть какие-то контакты переговора нет но контакты есть и посредники работают и это в интересах украинской власти потому что вопрос не только как пережить зиму но электрогенерация еще имеет значение с точки зрения генерации для предприятий в том числе и военно-промышленного комплекса тоже надо понимать а без этого предприятия не будут работать поэтому он понятно тоже понять и есть политические силы в украине для которых слова переговоры это красная тряпка они считают что это все капитуляция поэтому иногда а может быть как правило представители высшего руководства даже украины слова переговоры очень аккуратно используют всегда с оговорками как говорится да мы с вами уже почти месяц в наших эфирах говорим о возможном гипотетическом пока до сих пор было использование северокорейского военного контингента со стороны россии и вот сегодня издание суспильни сообщила что в курской области произошли первые боевые столкновения между украинскими и северокорейскими военными об этом же говорил андрей коваленко это руководитель центра противодействия дезинформации совета национальной безопасности и обороны украины и сообщила еще financial times судя по всему это одно и то же сообщение только в разных вариантов но тем не менее как к нему относиться это уже все реальность я бы с оговорками относился к этому давайте с какими оговорками суспеус это не те источники которые можно доверять 100 процентов ну во первых я вижу на западе эта тема не обсуждается правда было вчера заявление мэтью миллера спикера госдепа о том что да курске находится 10 тысяч все остальное это кто-то что-то сказал кто-то что-то увидел и она пошла гулять не идет эта тема не идет почему можно запад не будет напрямую воевать с россией контингенты я понимаю у нас недостаток дефицит живой силы на фронте пока мобилизация идет ту и вряд ли мобилизация компенсирует перевес российских войск на поле боя на донбассе наверное курске но если закрыть это дефицит не получится контингентом некоторых стран запада нато может быть после выборов кто-то там произойдет не знаю может быть это такая как бы какая-то маловероятно но тем не менее хоть мало но вероятная какая-то есть какая-то вероятность южная корея как а логистика южнокорейка через какие страны будут эти войска южнокорейский контингент зайдет сюда для того чтобы сдержать своих братьев по национальности и врагов по любое поэтому все это не выйдет из этого ничего единственный вариант если это действительно там накапливается резерв да потому что там были какие-то видосы были но это китайские китайцы оказались на самом деле потому что по произношению по языку поняли что-то китайский был военнослужащий они кореец но хотя конечно не все для нас на одно лицо но каким и для них на для них на одно лицо если это действительно так там накапливается южный северокорейский континент то это первое речь идет об укреплении западного фланга российской федерации сухопутными войсками на послевоенные и вторая это плохая новость для нато который тоже собирается выставить четырехтысячный контингент на западный на восточных границах на но это уже на после период и понятно что чем больше будет такой информации о том что там собирается и будет увеличиваться корейский контингент против хоть курской области так надо понимать что при такой информации вообще даже мысли помочь украине сухопутными войсками нато не будут ни одной страны поэтому я считал и считаю что это все таки но больше была такая многоходовка для того чтобы все таки привлечь внимание наших партнеров по по нехватке живой силы а ну я считаю что она не очень каждом удалось и все вот это все от этой информации она ведь и месяц появляется только дозированные какие-то ну скажем подробности но на самом деле туман никуда не делся понятно еще относительно недавно практически уверенно заявлялось о том что вот вот чуть ли не до конца года начнутся какие-то переговоры в разном формате с разными перспективами между россией и украиной может быть не напрямую через последников но начнутся потому что не буду перечитать почему об этом уже сто раз было говорено и вот последние дни эта тема вообще переговоров практически исчезла даже из обсуждений в сми она исчезла потому что на ваш взгляд для этого нет почвы или все ждут чем закончатся выборы в сша но тогда получается если второе предположение насчет выборов в сша что будущую повестку переговоров если они вообще будут будет формировать сша ну во первых мне кажется что сейчас эти все разговоры они перешли из публичной плоскости сценария в допущении к разработке реальных реального сценария реальной повестки о чем переговоры вот это я привел пример вчерашние статьи ричарда хаоса а это же не просто профессор это глава советов по международным отношениям очень влиятельного мозгового центра сша авторитетного так о том что уже конкретика появляется какие могут быть переговоры значит обсуждение обсуждение идет уже именно в практической плоскости и я говорю почему потому что для запада вот это заморозка мяча она в пользу как они считают в пользу запада по каким причинам по каким обстоятельствам не буду повторяться это первое второе ждут выборы все все сосредоточено на выборах и есть более более важные проблемы например с точки зрения европы как дальше жить при трампе или при мягкой для американизации европы при камале харрис если она победит то есть это тоже волнует что с нато как нато укреплять и прочее ну много своих конечно накопившихся проблеме 3 есть еще один фактор а ведь путин то наступает и путин не согласится путин не согласен не с китайским планом хотя официально как бы поддерживают но их это не устраивает план опять таки потому что главное политические цели они цели на поле боя захват территорий поэтому и украина не готова к этому и украина не дозрели украина не дозрела по своим скажем так обстоятельства россия потому что она наступает но вот наверное главное начнется уже после того как будут объявлены результаты выборов станет понятно с кем работать кто будет работать над повесткой переговором потому что бутарам жидко сказал я буду решать этот вопрос у трампа своя повестка у камалы харрис скорее всего одобрение внешние но европа должна взять на себя но как было в минских соглашениях германия и франция были участниками ну гарантами переговоров америка сша стояли стороне но влияли и достаточно серьезно но не брали на себя ответственность вот здесь наверно тоже очень важный момент трамп у него есть его план он я решу а мало харрисов нет они говорили такого и не скажут обтекаемо уклончиво этого проблема скорее европы надо понимать вот так возможно поэтому вадим спасибо что были с нами за ваши комментарии на этом все напомню что моим собеседником был украинский политолог вадим карасев всего доброго